Здравствуйте! Сегодня мой сын Лёня и я, бабушка Эмма, готовим слоёную самсу с мясом узбекским. Прежде всего, приготовим тесто. В миску просеиваем полкилограмма белой муки. В 250 мл тёплой воды добавляем чайную ложку соли и тщательно перемешиваем до полного растворения соли. Добавляем в муку подсоленную воду и замешиваем тесто. Тесто можно замесить в тестомесе, а можно легко замесить такое тесто вручную. Подкатываем тесто в шар, накрываем миской и оставляем отдохнуть на 20-30 минут. Через 20-30 минут, слегка присыпая тесто мукой, раскатываем его в прямоугольный пласт толщиной 0,5 мм. Это слоёное тесто уникально. Всё дело в том, что в отличие от классического французского теста, в данном рецепте слои получаются перпендикулярно столу. Изделия из слоёного теста, приготовленного по этому рецепту, получаются красивые и оригинальные. Раскатанный пласт смазываем 100 граммами растопленного топлёного или сливочного масла или маргарина. Конечно же, вкуснее всего такое тесто получается с топлёным маслом. Давайте вспомним, как его готовить. В миску нарезаем кубиками сливочное масло. Ставим миску с маслом на водяную баню. Делаем под кастрюлей очень маленький огонь. Оставляем масло на водяной бане, пока на дно миски опустится белый осадок. А на поверхности масла появится пена. Этот процесс занимает приблизительно 1 час. Аккуратно снимаем пену с поверхности масла. Также аккуратно половником, чтобы не попал осадок. Или через край переливаем масло в другую посуду. Топлёное масло готово. Тесто, смазанное топлёным маслом, сворачиваем в плотный рулет. Слоёную самсу можно испечь. Из слоёного теста, приготовленного различными способами. Рецепт самсы из слоёного теста быстрого приготовления вы найдёте на нашем сайте videoculinary.ru в разделе «Пирожки». Слоёный дисклах Затем слегка подкручиваем его, как бы выжимаем. Разрезаем рулет на 18 равных частей. Каждый кусочек ставим на срез и прижимаем, придавая форму лепешки. Складываем кусочки теста на доску. Накрываем пленкой и отправляем в морозилку на 30 минут или в холодильник на 2-3 часа. Можно, конечно, подержать заготовки для самсы в холодильнике и дольше. Можно приготовить за день. Приступаем к приготовлению фарша. 500 граммов лука чистим, моем и нарезаем кубиками или тонкими полукольцами. На нашем сайте видеокулинари.ру В разделе «Кулинарные хитрости» вы найдете различные способы нарезки лука и других овощей. 500 граммов мякоти баранины пожирнее. Нарезаем кубиками со стороной полсантиметра. Можно нарезать кусочки покрупнее. Можно перемолоть мясо. Как вам больше нравится. Добавляем мясо в миску с луком. Солим 1 чайной ложкой соли. Добавляем половину чайной ложки черного молотого перца. Или чайную ложку черного молотого перца. По вкусу. Можно заменить черный перец красным. По желанию можно добавить чайную ложку слегка молотой зиры. У нас всегда есть желание добавить зиру. И мы ее добавляем. Хорошо перемешиваем. Накрываем и отставляем в сторону. Вынимаем из холодильника тесто. И раскатываем каждый кусочек в тонкий круглый пласт толщиной 1 мм. Тесто жирное и оно прекрасно раскатывается. Можно не присыпать мукой. На середину каждого кружочка кладем фарш. Распределяем весь фарш на кружочки поровну. Приступаем к лепке самсы. Самсу можно лепить любой формы. Прямоугольный, круглый или треугольный. Мы будем сегодня делать самсу треугольной формы. Поочередно с трех сторон поднимаем тесто на фарш. Накладывая его друг на друга, придаем самсе треугольную форму. Уголочки дополнительно загибаем и прижимаем. Выкладываем самсу на противень швом вниз. Смазываем желтком. При желании посыпаем кунжутом или чернушкой. Совсем немножко. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 180-200 градусов Цельсия. Приблизительно 30 минут до золотистого цвета. В слоеную самсу можно подать как горячую закуску или к супу. Самса очень хорошо сочетается с шурпой. Рецепт шурпы вы найдете на нашем сайте www.videokulinary.ru в разделе «Супы». Готовую слоеную самсу вынимаем из духовки, выкладываем на блюдо и подаем со сладким крепким чаем, бульоном или шурпой. Самса, дорогие друзья, по сути дела, это обычный пирожок с мясом и луком. Но какой вкусный этот пирожок! Вдохновения вам! Удачи! И приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!